Плакат «Тайная вечеря» от Кляйна, на которой изображены полуголые модели в джинсах Кельвин Кляйн, вызвали широкий резонанс. Церковь подвала на Кельвина Кляйна в суд, и ему пришлось уплатить миллионы долларов. Гениальный маркетолог компании Хэлдон Шолдерс придумал очень крутой способ увеличения прибыли. На этикетке написали, что шампунь нужно дважды наносить и дважды смывать. Прибыль компании увеличилась в два раза. Никита Хрущев первым отрекламировал Pepsi в России. Снимок 1959 года, где Хрущев держит в руках стаканчик с Pepsi, облетел весь мир и долго не сходил с журналов. Именно этот день является днем рождения Pepsi в России. Из-за того, что основателями Apple были Стив Джобс и Стив Возняк, но был и третий основатель, его звали Рональд Уэйн. Он владел 10% акций и продал свою часть Стивом за 800 долларов. Ведущему технологу компании Procter & Gamble Виктору Милзу надоело вытаскивать из-под своих внуков мокрые пеленки и потом стирать их. После различных экспериментов Милз разработал для компании Procter & Gamble продукт, который начали выпускать под брендом Pampers. Western Union владела почти всеми телеграфами в США. К ним обратился Александр Белл и предложил выкупить патент на телефон за 100 тысяч долларов. Но они ему отказали, посчитав, что телефон какая-то ненужная игрушка. Потом они поняли все возможности телефона, но решили не связываться с Беллом и открыть свою систему. Однако Белл, который был по уши в долгах, подал на Western Union в суд и выиграл его. Так Western Union потерял свой бизнес, который сократил спрос на их основную услугу – телеграфную сеть. Что было бы, если бы на земле осталось 100 человек? 82 человека из них были бы грамотными, которые умели бы читать и писать, и 18 людей, которые бы это не умели делать. Что бы было, если бы на земле осталось 100 человек? 17 человек говорили бы на китайском диалекте, 8 человек говорили бы на индийском языке, еще 8 говорили бы на английском, 7 человек говорили бы на испанском, 4 человека на арабском, еще 4 человека на русском, и еще 52 человека говорили бы на других языках. Изначально компания Sony называлась Tokio Tsusin Kogokobusuki Gaisa или сокращенно Tatsuka, но данное название бренда было тяжело произносить американцам. Основатели бренда решили переименовать компанию и найти такое слово, которого нет ни в одном языке мира. В итоге они остановились на Sony с двумя буквами N, но в японском языке есть слово Sony, которое обозначает неудачный бизнес. В итоге они убрали букву N и осталось в общем Sony с одной N. Основатели компании HP и Hewlett Packard, чтобы определить, чье имя будет первым в названии компании, просто бросили монет. Когда Икея открыл в США, продажи мебели были на очень-очень низком уровне. После опроса потенциальных покупателей оказалось, что мебель им очень сильно нравится, но просто размеры мебели не соответствуют их домам. Все, что нужно было сделать, это просто увеличить размеры мебели. В 19 веке было очень сложно продвигать алкогольную продукцию, но основатель бренда Diorz придумал очень хитрую схему. Он нанимал людей, которые ходили по барам и спрашивали его виски. Конечно же в барах не оказывалось его виски. Спустя 2-3 дня он приходил в бар и предлагал им заказать его продукцию. И они, конечно же, соглашались.